Это очень важное знание. Вот, допустим, смотри, даже в любви нельзя менять дистанцию слишком быстро. Допустим, девушка полюбила парня, она встречается с ним. Нужно держать дистанцию, иначе ты потеряешь себя в отношениях, а он остынет. То есть нужно держать дистанцию для поддержания любви. Потом, когда вместе живёте, тоже не надо. Когда уже без штанов друг перед другом ходим, это неправильная дистанция. Женщина должна в семье всегда быть красивой. Она должна быть менее красивой на улице, чем дома. И всегда чуть-чуть на дистанции от мужа, чтобы он чувствовал эту красоту и недоступность. Никогда не надо становиться очень домашней перед ним и очень некрасивой. Иначе ему понадобятся другие недоступные и красивые, понимаете? Дистанция — очень важная вещь вообще в жизни. Например, если ты перед наставником приблизился, сильную дистанцию, ты начал видеть его, Бог через него действует, когда он далёк. Наставник должен быть подальше от тебя. И Бог тогда через него действует. Если приблизиться сильно, он уже близок, и ты не чувствуешь в нём присутствие Бога. Через наставника же Бог действует, понимаете? Не сам человек такой крутой. Ты не чувствуешь в нём божественного, уже начинаешь видеть больше его недостатки и всё прочее. И теряешь уже отношение как к старшему. В результате опять прокол. Или, допустим, к ребёнку своему. Ты относишься как... Ну, просто это мой ребёнок. Допустим, ему говорят, он уже академик. Да нет, это мой ребёнок. То есть это значит, что ты не видишь в нём божественного вообще. То есть мой ребёнок, значит, ничего не может в нём быть необычного. Просто ребёнок мой, и всё. А в нём есть божественная сила какая-то действовать через него тоже. Поэтому нужно вот это вот... Понимать, что дистанция везде нужна. Не надо сильно прилипать к людям и думать, что это и есть любовь. То есть нужно в людях видеть чистоту немножко подальше, чтобы увидеть человека. Иногда поближе, иногда подальше, чтобы увидеть человека. Иногда поговорить по-доброму надо близко. А если, допустим, ты чувствуешь, что он ругается как-то, скандалит, отодвинься чуть, пытайся понять, что он хочет. Скорее всего, люди сильно страдают, поэтому так себя ведут. Пойми, в чём его страдание. Почему он ругается, кричит. Не смотри в его злые чувства, качества, посмотри, в чём страдание. Потому что все, кто ругаются, они сильно страдают в это время. Теряют себя обычно люди, поэтому ругаются. И так, дистанция — это третий шаг или четвёртый после окончательного принятия. И после того, как ты дистанцию выбрал правильную, дальше нужно следующее, сделать очень важную вещь. Пытайся со всех сил, с молитвой и со всем остальным понять глубокую причину неправильного отношения к поведению человека. Почему он так себя ведёт? В чём причина? Пусть у меня было время, когда жена очень сильно на меня раздражалась. То есть я только даже мимо рядом прохожу, я уже колбасен. Вот. Очень сильное раздражение. Я начал молиться, пытался понять, почему так, что происходит. Я увидел, что она устала. Ей тяжело, отношения строят, она устала. Я говорю, моя хорошая, давай отдохни, побудь одна побольше. И она говорит, точно мне вот этого и надо. Побудь с подружкой больше, побудь одна. Как бы тебе станет легче. И она так раз её расслабила, потому что я понял причину её поведения. А кажется так внешне, что она просто плохой человек. Ну то есть она так себя ведёт вообще, как плохой человек. Она просто устала, оказывается. Она хороший человек, но устала. Или мужчина, допустим, гневается там. Причём есть истинная причина, понимаете? Найдите причину. Может быть и причина достаточно серьёзная. Например, гордость. Человек начинает гордиться собой и пошёл, если я что-то корчить. Ну замечательно, если даже это так, всё равно. Если ты поставил диагноз, понял, что делать. Но ведь делать-то очень просто всё. Вот допустим, человек гордится собой. Что надо сделать? Да просто его не замечать. Просто делать, жить нормально. И не замечать, как будто его нет. И гордость сразу вся уйдёт. Это же всё просто мыльный пузырь гордости от человека. Она быстро заканчивается, понимаете? Когда человеку поменять его статус в отношении, гордость сразу пропадает. Поэтому, если ты молишься и пытаешься понять глубокую причину поведения человека, у тебя всё успокаивается в сердце. То есть признак того, что ты всё понял, — спокойствие. Ты понимаешь, почему он так себя ведёт? Чаще всего 90% — это просто усталость человека. Это его просто невозможность строить отношения. У него просто нет сил. Есть такие ситуации, когда человек хороший, а между вами пустота пошла. Судьба иногда делает так, что влюблённость заканчивается, а любви ещё нет. Вы не умеете ещё служить человеку. Просто раз — и холод пошёл. И он тобой уже не интересуется, потому что у вас были неправильные отношения. Когда люди живут просто балдея друг другом, наслаждаясь, они там вместе, «Ааа, моя любовь, наслаждаясь всё». Они не знают, что это всё заканчивается потихоньку. Идёт время, и это все чувства тают, тают, тают. И наступает время, «О, моя любовь, а счастья уже нет. Счастья нет. Чё делать, непонятно». Ну, то есть люди не понимают, что как бы влюблённость — это вообще не наша энергия. Влюблённость — это энергия Бога. Этот человек даёт человеку, другим человеком наслаждаться просто так. Знаете почему? Потому что я хочу о нём заботиться, я хочу остаться с ним, я хочу его выбрать, я хочу ради него мучиться, и поэтому Бог радуется мне и говорит, «Ну ладно, я тебе через него счастье дам, раз ты с ним хочешь жить». А я Бога обманул на самом деле, я с ним жить и не хочу, я хочу балдеть от этого счастья и его пнуть под западом. У меня другие желания на самом деле. Но Бог же тоже не дурак. Он смотрит, что ты так решил. Хорошо, значит, устроим тебе Кузькину маму. Мне в Риге спрашивают, «А что такое Кузькина мама, Олег Иванович? Объясните, пожалуйста». И не стал им объяснять. Итак, Говорит, «А теперь chegай с ним!» Продолжение следует... Продолжение следует...